Здарова, пацаны! Помните я заказывал себе мобилку с Алиэкспресс и был доволен ей на протяжении трех лет? Недавно я позволил себе подобную авантюру, но в более крупных масштабах. Я заказал RTX 3050 с Алиэкспресс и очень надеюсь, что пришел не кирпич. Давайте откроем ее вместе с вами, проверим, и убедимся в том, что товары данной категории можно брать на Алишке. Либо же нельзя. Поставим жирную точку в этой истории. Как вы можете видеть, пацаны, упаковка тонированная, как маяка. Чтобы никакой курьер не увидел, что тащит вам видюху и не спиздил ее по пути. А еще пупырки, которые я использую как антистресс. Сейчас я открою. Да, это палит, которая хатус палит. Но тем не менее, цена очень вкусная при нынешней ситуации. Я уже год хотел обновить себе видюху, чтобы нормально порубать в Red Dead Redemption 2. Сначала я хотел взять 1660, но мои кореша сказали, что я буду лохом, если возьму 1660. Но я же не лох, да? Поэтому я выбрал более красивые цифры. Кстати брал в магазине Элка. И это не реклама. Ссал когда делал заказ, потому что очень мало отзывов о товаре. Купил в конце апреля за 46 тысяч, а сейчас она уже 44 тысячи стоит. Сука. Смотрите на этот график. Можно ждать дольше, но мой конь в Red Dead ждать не будет, поэтому открываем. Надо сдать по гарантии и сказать, что не подошла и купить снова. Упаковка заводская. Наклейки все на месте. Небольшие вмятины на коробке. Видимо, кидали прямо на землю с самолета при доставке. Но Nvidia знает как обращаются с ее товаром за рубежом. Поэтому запихивает больше мягкого поролона и карточка остается в норм состоянии. Так, момент истины. Надеюсь, не кирпич. Для кирпича слишком легкая. Ручонки вспотели, надо чайку глотнуть. Так, бюрократия в специальной выштамповке. Диска с ненужными драйверами тут нет. Наверное, он глубже. Опа, реально видюха. Вроде все подлинные. Ща разнюхаем. Так, главное рожу свою не спалить в глянцевом отражении. Ломба на месте. Надо аккуратно открыть, чтоб если что можно было обратно сдать или продать как новую. А где диск-то с драйверами не понял, а? Спиздили походу. У-у-у-у-сю-ка. Приятная на ощупь. Почти как японский пластик. Но это китайский. Смотри радиаторы какие. И соты. Было бы здорово, если бы в будущем тут завелись пчелы и приносили мне мед без ГМО. Термопрокладки свежие. Мое уважение. Нормас. Это оригинал. Вентиляторы не люфтят и не скрипят. Необходимость дополнительного питания удручает. Но таковы современные реалии. Надеюсь, у меня есть кабель дополнительного питания в ПЕКО. Все выглядит отлично. Давайте уже подключать ее. И тут медовые соты. Очень хорошо. Давайте подключать и проверять работоспособность. Так. Как ее? Не понял. Сюда походу не подойдет. Пацаны. Внимание. Не ко всем компам подходит. Проверяйте дырку сразу. Пойдем искать другой комп. Хорошо, что у меня есть запасной. Проклятие. Тут дырка занята. Меняйте икс корпуса красивые, пацаны. Но слишком проблемные. Вот куда ее здесь пихать. Места нет. Оставим его в покое и пойдем искать другой. Хорошо, что у меня есть еще один запасной на этот случай. Во. Нашел. Сюда и будем пихать. Здесь трудится моя 1050 Ti. Вменяйте икс форм-факторе. Давайте для сравнения производительности запомним несколько циферок, получающихся на 1050 Ti. Замер сделаю в Snoruner и Red Dead Redemption 2. Snoruner у меня идет нормально. Графин выставлен на средне-высокий. FPS, время кадра и все текущее состояние GPU видно на инфографике. Приятно здесь месить глину по сети. Но возить бревна, не очень. Так. А теперь то, ради чего я обновил свой Пека. Красный Дед Искупление 2. Я начал проходить игру по второму кругу, но специально не исследовал всю карту целиком, а оставил все самые интересные на прохождение с более мощной видюхой. Как видно, средне FPS, 25 кадров. В городах проседает до 10-ти тире 15. Да, да, пацаны. Так я и прошел этот шедевр. Научился стрелять по пингу и вовремя слезать с лошади. Ну все. Заменил карточку. 10-50 Ti буду продавать. Если кому-то нужна, пишите в ЛС. Именно 3D. Не майнил, а только рубал в С-Сити и сноуронер. Отлично подойдет для нетребовательных игр. А сейчас давайте быренько поставим дрова на 30-50 и проверим работу. Ага, ой, а вот это да. Грузовик теперь прет в два раза мощнее. Не верю своим пальцам. Кнопки на клавиатуре прожимаются легче. Ах, еть. Вы посмотрите. Поесть как плавно едет. При запуске игры у меня был очень долгий экран загрузки. Походу лаунчер спалил, что я обновил идея дрова. И изменил настройки игры. Картинка стала совсем приятной. Хотя и на средних все выглядит тоже красиво. Но я вижу, что настройки точно изменились. Сейчас посмотрим. Пиздец. Как круто. Буду проходить третий раз. Бл***ь, пацаны. Нет слов. Я пошел рубать. Все, всем удачи. Сейчас настройки еще покажу. Ах, еть.